Мы рады видеть вас в Визгерумсе. Сегодня не совсем обычная история. Сегодня мы запускаем нашу прорыв, которая, мне кажется, станет одной из главных дорог. Сегодня речь идет о мозге. Сергею Вячеславовичу Савельеву о книге, о изменчивости, о гениальности и о многообразии. Но то, что будет иллюстрировать сегодняшний вечер, в полной мере относится как раз к категории изменчивости и многообразия. Это к категории ром. Лет 7 или 8 назад в нашем клубе был Чарли Маглин, один из великих, ужасных писателей о виске. Извлый язык утверждает, что он высказал одну ситуацию, которую я бы сегодня привел. Он сказал, что в споре между коньяком и виски безоговорочно победил бы ром. Почему? Если мы говорим о иерархе алкогольных напитков, коньяк – это интеллектуальный, культурный характер. Правильно? Виски – деятельный вы илевод. Ром – это эмоция, это страсть. Это то, что невозможно жить так, как и все индустрии ром, которые начинаются от веки, заканчиваются карибским бассейном. Друзья, но ром – всего лишь иллюстрация. И вы присутствуете, у нас есть одноустойчивое выражение, когда мы говорим про ирландский виски. Первая ласточка ирландского ренессанса. Вот сегодня первая ласточка рома, и она будет открываться, бутылка инсолита, на которой как раз изображена эта ласточка. Цивол с работы. Клубный вечер начинается, друзья. Сергей Вячеславович Савельев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас разолью, да? Нет. А, вы можете начинать рассказывать, буквально, да, преамбулу. Да, да, да. Значит, то, что вы сегодня пробовали, сначала про огрок, о котором все спросили, это в истории уходит уже теперь почти в антикварные времена, потому что у нас, как известно, вывозить антиквариат старше 50 лет нельзя. Так вот, больше 50 лет прошло с того момента, когда я прочитал про этот грок. Как он делался? Все попробовали или как? Все. Отлично. Значит, я надеюсь, вам понравилось. У кого носоглотка больная, значит, нужно, конечно, таких три стакана минимум. Ну, это понятно. Ну, вот, и у кого легкие больные, то это нужно еще и каждый день, 10-14 дней, не меньше, как рекомендуют врачи. Это не шутки, потому что это единственный способ лечения пневмонии был в 17 веке, потому что это продукт чисто пиратский. Значит, в свое время, значит, библиотека, которая была у моих предков, за Первую и Вторую мировую войну сожгли полностью. И осталось две книжки «80 тысяч лет под водой» Жюль Верна. И вторая книжка – это «Остров сокровищ». Но в 19 веке, поскольку очень много было всяких странных книжек, к ним делались приложения. Но поскольку русскому читателю было непонятно, что такое грок, зачем он нужен и прочее. И там, видать, специалисты высочайшего класса описывали вот этот самый напиток, откуда я почерпнул этот рецепт. Значит, что туда входит? Белое вино. Портвейн, ром, ананас, апельсин, 200 грамм чайного настоя, на бутылке в смысле, 200 грамм сахара, ну, чайного настоя или чефир. И корица, гвоздика, кардамон и мускат. Как-то все делается. Выливается все, кроме рома, в кастрюлю, плюс ананас, естественно. Доводится до кипения, и когда все закипает, бурно туда выливается сразу же ром, и закрывается крышкой, и все выключается. Вот это вы напиток выпили. То есть он достаточно крепкий, он достаточно ароматный, но основное действие – это действие вот этих самых ароматических добавок. Именно поэтому, значит, для лечения насморка и простуды это идеальное дело, потому что температура повышается в среднем на 1,5 градуса у тела. Это очень хорошо, потому что не все организмы этого держат. Вот это вы пробовали. Это к вопросу о роме. Ром я люблю. Самый лучший, с моей точки зрения, 25-летний выдержки, не каргуанский. Но это дело любителя. Потому что все детство мы провели, вот моего поколения люди, употребляя кубинский ром, который стоил 3 копейки, то есть дешевле любого коньяка, и с выдержкой 4-7 лет, был доступен во всех деревянских магазинах. Такого рая вы сейчас нигде не найдете. Это были советские времена, и был запрет на торговлю ромой и сигарами вне СССР. В СССР сигары были. Когда я приехал спустя много лет назад в США и попросил в гостинице Конгресса принести мне сигару Грин Дженера, вот такая сигарка, они сказали, вы знаете, долго извинялись, надо заказывать за месяц. В Советском Союзе это продавалось в ларьках. Стоило рубль 80. Так. Деревянные коробочки в фольге. Но это были вот такие времена. В чем-то и даже нам повезло, таким старым пердунам, как я. Но сегодня речь не об этом. Сегодня я хочу рассказать про новую книжку. У меня вышла книжка. Можно попросить книжку? У меня вышла книжка. Это пятое издание. В чем интерес, собственно говоря, и в чем дело? Пятое издание, кажется, что-то презентовать-то. Уже всем надоело. Эта книжка принципиальная. Вот спасибо вам большое. Эта книжка называется «Изменчивость и гениальность». Она о главном. Чем мы друг от друга отличаемся? Это очень простой и детский вопрос. Ну, почему вы, например, разговариваете с мамой или с папой, а потом вам хочется их почему-то быстренько убить. Потому что договориться вы не можете. Вы разговариваете с своими детьми. Их тоже почему-то хочется уничтожить немедленно, физически, в течение пяти минут. Потому что тоже договориться невозможно. В чем дело-то? Кровинушка от кровинушки. Ну, кажется, ну, все вложено в эти сокровища. А толку никакого. Это проблема нашего мозга. Это не проблема вас, как родителей. Это не проблема образования. Это не проблема воспитания. Это проблема, которая у нас сидит в голове. Дело в том, что человеческий мозг изменчив так, как ни один наш орган. И я сейчас расскажу. Эта книжка посвящена именно этому. Почему мы разные? Почему мы не можем договориться? Почему даже близкие, родственники не можем? Какие там этнические группы или подгруппы? О чем вы вообще говорите? В чем же дело? Вот, собственно говоря, это мой, мой, моя кладка, краткая. Сегодня, сейчас минутку мы выносим первый образец. Да. Ну, вы понимаете, что... Это жилье, который позволяет нам сибириться с объективной реальностью. Давайте, давайте, да. Тем более, первый напиток, который... А чтобы вам быстрее... Да, заходила, я это показываю вам, о чем мы будем говорить. Это мозг девушки, пониженной социальной ответственности, 35 лет. Вот, имейте в виду, что у всех примерно такой. А теперь переходим к напиткам. Друзья, Матусалет. Название этого бренда продиктовано одной испанской пословице. Это Матусалет, старший, чем Матусалет. Матусалет – это библейский старец. Он вряд ли даже в процессе дистилляции, когда начали делать в конце 19-го века этот ром. Но по неделю он прожил в 90-69 лет. История этого рома началась в конце 19-го века. И у нас не совсем обычный Матусалет. Розовый цвет не говорит, что он подкрашен сахарным колером. На обратной стороне бутылки изображена виноградная лоза и ствол сахарного тростника. Почему? Потому что этот ром выдерживался 3 года в бочках с подвина темправлелия. Вот, такой необычный рейс. Если мы говорим о изменчивости и многообразии мозга, категория рома такая же многообразная и по вкусу ароматическому профилю. И с этим мы сегодня разберемся. Итак, каждая бутылка пронумерована. Бочка из-под бурбона и бочка из-под вина темправлелия. Вот, такой необычный рейс. Правильно, мир с нами соглашается. Сергей Вячеславович. Спасибо. Я продолжу. Действительно, напиток очень хороший. Тут уж ничего не скажешь. Так вот, я сначала вам расскажу чуть-чуть про мозги. Совсем чуть-чуть. Почему? Потому что у людей превратные представления. Что, во-первых, у нас большой мозг. Ну вот, кто лысый, тому повезло, тот понимает, что там не так уже много осталось. Черепа, прочее. А кто лохматый, тем кажется, что у него там много. На самом деле, где-то около 17 сантиметров длиной. Такая вот фигулька. В общем, небольшая. В среднем по планете 1340 грамм. 1320. Вот так. Значит, сразу же скажу, что Иосиф Виссарионович и Владимир Ильич, они имели 1330 грамм. То есть, ровно середина. Какая роль играется массой мозга, это я вам потом расскажу. Значит, что мы знаем про мозги? Значит, сразу же, все глупости надо отмести. Изменчивость у нас огромная. От 670 грамм до 2,5, почти 2400 грамм – это обыватели. Это те самые люди, которые никакими особенностями не обладают уникальными. 670 грамм – это австралийские аборигены, и теперь уже вымершие, то есть уничтоженные англичанами – это сманицы. А 2400 – это в основном европейские народы. Но при этом, при таких массах, никакими особенностями люди не обладают. Дальше у нас есть патология. От 240 грамм. Напоминаю, что у шимпанзе 350. У большой шимпанзе, а у маленькой – 240. Были люди весом ровно с мозг шимпанзе, которые могли собирать дрова, ходить, шутить и даже курить. Это так называемые микроцефалы с микроцефалией веры, которые, тем не менее, вели социальный образ жизни. Кроме этого, есть гении от килограмма до двух килограмм-двухсот грамм. Ну, о них речь пойдет побольше. Дальше, как вы видите, объяснить массой мозга негениальной способности, как в американской науке. Они там все время сравнивали гаусса, шимпанзе и аборигенов Полинезии. Нельзя. То есть, в данном случае у нас и гении есть с маленьким мозгом, и дураки с большим. Ну, так, обыватели, скажем, по-простому. Что же в основе этого всего лежит? Не буду вам морочить голову, но есть просто несколько очень важных для понимания жизни особенностей. Нейроны. Их довольно много, 150 миллиардов. Поэтому все эти разговоры о создании искусственного интеллекта, ну, как-то, мягко говоря, не убеждают. Во-вторых, все нейроны, вот они здесь синеньким нарисованы, красненьким сосудом, а желтеньким угли, находятся за иммунным барьером. Ваш мозг, в чем ужас-то, инородное тело для вашего организма. Если когда-нибудь ваша иммунная система, которая так хорошо справляется с вирусами, с бактериями и со всем остальным, доберется до вашего мозга, она уничтожит его за 6 часов. Причем вы умрете в страшных корчах. Потому что от болевого шока человек теряет вообще сознание очень быстро. То есть ваш мозг является такой же дрянью для вас, как заноза в пальце. И при первом контакте с иммунной системой он будет отторван. Поэтому он на всем протяжении изолирован от вашей иммунной системы, то есть от кровеносной, вот этими желтенькими клеточками, клеточками глии. Иначе эта штука работать не будет. То есть если у любого из вас взять кровь и проверить на антитела к вашему же мозгу, то выяснится, что этих антитела у вас полно. Потому что вы же бились лбом о дверью в метро, резали палец, иммунизировали, значит. И ваш мозг, как инородное тело, очень подготовлен к тому, чтобы быть отторванным. Аутоиммунные заболевания мозга не лечатся, кстати говоря. Так вот, есть еще одна особенность. Вот эти 150 миллиардов нейронов, почему нельзя промоделировать в компьютере? То есть продавать такие технологии очень хорошо, выгодно, никто ответить не сможет. То есть опровергнуть вас. Но если всерьез к этому относиться, то это липа впала в последние инстанции. Почему? Потому что каждый из 150 миллиардов нейронов как сохраняет информацию и передает другим. То есть почему вы что-то помните еще? Это странно, я понимаю, что многие из вас все время забывают все на свете. И это нормально. Вот если бы вы не забывали, вы были бы IBM 486 серии. А вот поскольку вы забываете, вы люди. Значит, как это все устроено? Все нейроны покрыты вот такими маленькими штучками. Это называется синапсы. Через них они передают информацию друг к другу. И вся информация, которая хранится в человеческом мозге, она хранится благодаря тому, что циркулирует по этим синапсам. Сколько этих синапсов? На каждые 150 миллиардов нейронов этих синапсов от 100 тысяч до миллиона. Но это ладно еще ничего. Ужас-то в том, что они всю жизнь образуются, разрываются. Причем на каждый нейрон по 3-4 штуки в день. Прикиньте, сколько вашей памяти безвразвратно исчезает. Потому что только через синапс она сохраняется. То есть что в основе-то получается? Что у вас вся память динамическая. То есть как-то та память, которая хранится в компьютере, пока вы ее не выключили. Поэтому, если вас любимая жена накрыла подушкой на 6 минут, то дальше возникают безвозвратные потери памяти. Потому что нейроны перестают питаться, и значит сигнал перестает двигаться. Запасы у нейронов на 6 минут. Что вы хотели спросить? Можно вас перебить? У меня вопрос. Возможно ли такое, что морфологически они перестают разрываться? Синапс, возможно ли? Нет, это невозможно. Я почему спрашиваю? Знакомого отца ударила молнией, он выжил, а после этого начал запоминать все события, замечающие подробности, которые произошли в его жизни. Лет через 20 это пройдет. Потому что это особенности морфогенеза, которые, да, действительно бывают такие штуки. Это отдельная история. Патология очень интересна, но это отдельная тема. Это да, возникает, да, это возможно, но это не продолжается вечно. Потому что в конце концов у него возникнет задолженность по метаболизму, и он умрет от истощения. Простите меня за резкость. Ну вот. Значит, эти синапсы. Значит, вопрос. Сейчас масса людей говорят о том, что мы сейчас промоделируем синапсы. Все это враньет начало до конца. Никакого моделирования синапсов невозможно, потому что здесь списочек веществ, которые выделяются в случайной комбинации, еще и с каждой из миллиона синапсов при передаче каждого сигнала. Эти сигналы могут проходить в секунду 200 штук. Поэтому мы спокойно смотрим на искусственный интеллект и понимаем, что он необходим в Америке, где естественное уже давно отсутствует. Поэтому беспокоиться не о чем. Как это выглядит в реальности? То есть вот, не картинки. Кстати, вот это где-то не картинка. Это реальные маркеры антител, в которых покрашено, чтобы здесь все не полыхало, каждый из 10 синапсов. То есть их в 10 раз больше. На поверхности одного нейрона. Вот тело клетки, вот его отростки. Представьте себе. А вот это отдельные тела клеток, которых 150 миллиардов. Это кусок коры с поверхности мозга. Вот это бороздами, минус один. Так, это, да. Значит, в чем дело? Дело в том, что на поверхности коры, вот то же самое с бороздами и звильными, вот они, вот здесь заходят. Поверхность многослойная. Этот вот картикальный слой всего от 3,5 до 4 миллиметров. И вот там лежит все наши основы индивидуального сознания. Это очень важно, поскольку в основе лежит не только количество клеток, но и наш метаболизм. Вот, посмотрите. Это сосуды, выдранные из мозга профессора математики. А вот это сосуды, выдранные из мозга извозчиков. Надеюсь, понятна разница. И площадь поверхности кровоснабжения тоже понятна. Значит, в чем дело? Тот, кто пользуется головой регулярно, у того она лучше работает. Кстати говоря, связано с потенцией. У кого она плохо работает, у того возникает импотенция, как у физкультурников 40 лет. То есть, иначе говоря, для того, чтобы мозги хорошо работали, им надо пользоваться. И это большая проблема, гигантская. Почему? Потому что мозг в состоянии покоя потребляет всего 18% кислорода. И при обмене, и обмен в состоянии покоя каждые 12 часов все жидкости организма проходят через мозг. И при этом он потребляет 9% всего, что вы съели, выпили, ну и закусили там, как получается. Но если, не дай бог, вы начинаете задумываться хоть о чем-то, то он начинает потреблять 25% всего кислорода вашего организма. Представляете, огромное тело, мозг весит 1300 грамм, 1,5. А потребление идет четверть от всего. И каждые 5-7 часов полный обмен, и 24% всех соединений, которые вы съели и выпили. То есть, когда вы интенсивно работаете головой, вы приходите в туалет, делаете свои дела, смотрите, и понимаете, что четверть – это из мозга. Просто объясняю, масштабы катастрофы. При этом надо это оттуда вывести и дотащить до унитаза. То есть, метаболические расходы колоссальны. Именно поэтому весь мозг потребляет до 24% энергии. Долго так можно жить? Всякий вменяемый скажет, что нельзя. Почему? Потому что уровень расходов гигантский. И здесь надо сделать одно пояснение. Для того, чтобы вы так не перегружались, чтобы не возникло вот таких расходов, мозг защищается. Почему? Потому что мы полуобезьяны, и механизмы, которые работают у нас, работают у обезьян. Что за механизм? Очень простой, вам понравится. Если вы много думаете, то вы знаете, у вас возникает дискомфорт. Вам хочется что-то сделать по дому, помочь бабушке, даже любимому мужу, гаденышу. И то хочется сделать что-то приятное. Постирать его носки, например. Только не думать. Почему? Потому что как только вы начинаете думать, происходит катастрофа. Дело в том, что мозг на падение энергетических расходов хотя бы на 1% сразу начинает вырабатывать хорошие вещества. Они называются канабиоиды. Я понимаю, как у вас это зацепило. Когда я проходил курсы по спортивной, можно сказать, морфовой риф, метаболизму и прочему, я считал, что при тяжелых физических нагрузках мозг вырабатывает вещества, которые по строению схожи. Нет, все просто, все проще намного. Нейроны вырабатывают непосредственно канабиоиды эндогенные. Кроме этого, вырабатывают еще эндорфины и масса других приятных веществ, которые составляют счастье человеческое. Но это счастье только при падении энергетических расходов мозга. Все вы помните свое детство. Помните, как в детстве было хорошо. Правда? Там и мама, все раньше было прекрасным. Почему? Потому что у детей до 14 лет к канабиоидам присоединяются опиоиды. Но представьте себе, под двумя косяками, конечно, детство было прекрасным. Я не шучу, это серьезно так, это количественно определено. И это механизм регуляции. Поэтому детей так трудно заставить что-то учить. Вы что, хотите от канабиоидов опиоидов оторвать? Ну, ну, попробуйте наркомана оторвать. Вот дети поэтому так сопротивляются, потому что их мозг устроен таким образом, что если они не тратят энергию на ваши глупости, там, занятие математикой, русским языком, они получают внутренне эндогенные, внутри уже сидящие наркотики. Почему? Потому что всю историю, эволюцию, обезьян не хватало еды. Ее надо было добывать и экономить. Не могли приматы тратить такое количество энергии на то, чтобы содержать свой мозг. Теперь, я думаю, надо переходить к другому. Сергей Славович, держите. Спасибо. Это совсем другая история. Из Доминиканова перебираемся в Венесуэл, север-южно-африканского континента. Потрясающий климат для выращивания, самый главный культур, который необходим для производства рома, рома, сахарный тростник. Мы пробуем напиток, который называется Батукал Монтуана. Батукал. Место наличия – это Зеленый Бор. Это предгорье Ан, идеальное место, где рядом растет сахарный тростник, хорошая вода и производство. Огромное количество технологического оборудования, несколько разных перегонных кубов со всего света. Собраним специальную коллекцию. Монтуан означает прослойку аристократии, но тоже на местном диалекте называли так местных помещиков. И Тон Хуанчет, с одной стороны мифологический персонаж, а с другой стороны большой энтузиаст и любитель рома, дал название этому бренду. Но в Венесуэле вы не найдете ром под названием Батукал. Батукал – это экспортное название. Само Венесуэл известен под названием дипломатика. Совсем другой стиль, совсем другой ром, но не совсем другой иллюстрации. Следующий был вы Сергей Вячеславович Савельев? Да. Сергей Вячеславович, пока не начали, скажите, пожалуйста, можно вам вопрос задавать? По рукам прерывайте эти вопросы. Ну, давайте, сейчас я закончу, может быть, я в процессе лекции отвечу на многие вопросы. Потому что здесь... После окончания официальной части будет возможность для автограф-сессии купить книгу с личной подпись Сергеевич Савельевича Савельева и как раз ответить на вопросы. Я сегодня, да, разорил издательство. А можно ли пока книжку по рукам пустить? Да, пожалуйста, какие проблемы-то? Успокойтесь. Да. Так вот, продолжим. Дело в том, что вот эти все ужасы того, что вы теперь понимаете, на что надо сваливать. Вы приходите домой, к жене, она говорит, ну как ты сегодня там? Мозг мне навредил. И спокойно списывайте на это дело много чего. Но это действительно так. Если всерьез, то нечеловеческих усилий требует заставить свой мозг работать, не решая биологические проблемы. Какие биологические-то проблемы? Биологические проблемы-то и еда, размножение и доминантность. Если ваша деятельность не касается этих трех принципов, то мозг отказывается работать категорически. То есть нужно потратить колоссальные усилия, чтобы заставить решать эти проблемы. Чем с размножением, там, длинноногая блондинка или какой-нибудь мускулистый отлет, это пожалуйста. А вот чего-нибудь такое, типа теорема Ферма, упаси вас Бог. Тут же мозг приводит к тому, что у вас начинается спонтанная дефекация, головная боль, и вообще ничего не хочется делать. Это классика жанра. Мозг решает только биологические проблемы. И в этом основная трудность. Но по этой причине всегда интересовало. А как же дураки отличаются от умных? И вот началась эта вся история больше 150 лет. И вот как раз здесь знаменитый оратор Гамбетто, Альтман, знаменитый исследователь, и Скобелев, наш генерал, тот самый, который научился зашивать мусульман в эти свиные шкуры, ну, чтоб их душа там не хулиганила потом. Это произвело очень позитивное впечатление. На Кавказ он затих на некоторое время. А с другой стороны, здесь папуас, как вы видите, и математик Гаусс. Видите, у папуаса извилин мало, а у Гауса много. Вот на основании этого американские ученые пришли к выводу, что дело в извилинах. До этого считали, что дело в массе мозга. Но поскольку с массой мозга, как видите, дело не работает, пошли к бороздам извилины. Вот здесь масса мозга. Можете полюбоваться. На самом верху у нас здесь больше двух килограмм. Наш любимец Байрон, Тургенев, Кромвель. Ну и потом баснописец Лафонтен, Буни, Уэбстер, Кювье, кстати, и Розаолоку известный. А что с другой стороны? Наш дорогой Альберт Энштейн, 1200 грамм ниже, так сказать, среднего уровня существенно. Дорогой Плеханов, политик и известный, так сказать, деятель, у которого 1180 грамм. И в самом низу писатель Анатоль Франц, так же, как наверху, Тургенев. Разница в два раза. То есть получается так, что масса не работает. И на этом, собственно говоря, все успокоились. Особенно после исследования Эйнштейна сказали, что у него там что-то есть особое, но что мы не понимаем. Потому что все-то думали, что его вот эта шевелюра кудрявая говорит о большом мозге. Но у нас все микроцефалы вот с такой шевелюрой. Это можете включить телевизор, посмотреть. Это действительно глупый вопрос. А почему американцы никогда не читали, или может быть, читали когда-то не массу абсолютную, а отношение массы мозга к общей массе тела? Это делали в 19 веке очень активно. И в связи с тем, что женщины оскорбились. Поскольку у женщин мозг меньше, чем у мужчин. И тогда сказали, женщины они маленькие, стройненькие. Ну, это не всегда, но бывает. И вот поэтому они, мол, где у них мозг меньше. И вот было проведено голосальное исследование в 19 веке, в котором сравнили несколько тысяч женщин, взвешивали их там, измеряли. Мозги у них выковыривали, ну, после смерти. И смотрели соотношение. Оказалось, нет, существует половой деморфизм. Про половой деморфизм могу рассказать все. Я не уверен, что женщин можно пускать на это заседание, но рассказать могу, потому что там есть и позитивные, и отрицательные стороны. Но это правда. Может делать что угодно. То есть это говорит о том, что вот, кстати говоря, наши любимцы, Ленин, Сталин, они 1340 грамм. Просто был Маяковский, с той стороны, поэтому возник такой вопрос. Маяковский? Нет, у Маяковский здесь отдельная история. Вот в этой книжке, кстати, у Маяковского описан. Его мозг был не поэтический. Почему у него такие странные стихи? У него мозг был большой, 1700 где-то грамм. Где-то здесь, Маяковский, как у Гемгольца. Но проблема с ним заключалась в том, что у него вот эти зоны, которые отвечают за поэтические способности, скажем так, они были очень посредственны. Но он, как и Нурриев, который был абсолютно бездарный танцор, ну вот так, бездарный, но он себя заставил сделать из своего мозга вот такую целевую машину. Так же и Маяковский. Он тоже себя заставил. И там у меня описано в книжке, как это все произошло, как его развели, как это все было сделано. Это отдельная история. Маяковский был плохой поэт. По сравнению с каким-нибудь там известным там Андреем Белым, он в подметки не годился. Но он подчинил этому весь свой гигантский мозг. 1700 грамм. Еще раз повторяю, это очень небольшая редкость. И поэтому все его стихи, они такие ступенчатые. Почему? Потому что, во-первых, никогда не писал Черновиков. Он сочинял стихи, двигаясь по Москве. Он гулял по Москве и в ритме шагов придумывал стихи, писал их в голову сразу. Он приходил и записывал результат. Ни одного Черновика Маяковского не сохранилось, потому что их не было. То есть у него мозг мало был приспособлен к этой деятельности, но подчинив его конкретной функции. Это были колоссальные усилия. Поэтому он, дискутируя с тогдашним советским руководством, говорил, что, ребята, но стихи, это же написание, это как ковка металла или выплавка металла. Это адский труд. Для него был адский труд. А для Асеева это было развлечение. То есть, именно из-за того, что его структура мозга была мало к этому приспособлена. Но тем не менее, есть самодвижущиеся люди типа Нуреева, типа Маяковского, которые могут себя заставить такие вещи делать. В чем же дело? Долгое время собирали просто мозги. В том числе, Дмитрий Иванович Менделеев, Софья Ковалевская, вот здесь представлены вам, не могут найти закономерности ни по бороздам, ни по извильным, ни по массе. Хотя у Менделеева тоже большой мозг, там где-то, если мне память не изменяет, 1600, что ли, грамм. Вот, 1570. Это очень крупный мозг. Тем не менее, закономерностей найти никак не могли. Что же случилось? Первым провидцем был тот самый Франц-Осиф Галь, который придумал определение способностей по шишкам на черепе. Но у него была такая концепция, что мозг давит изнутри на череп, и, значит, появляется шишка. Посчитав все шишки и их измерив, можно определить способности. Вот его, из его книги, посвященной шишковедению, то есть френологии, страничка, где он определяет, там, в чем, такие центры, любви к детям, ответственности, ну и всякое такое. В общем, то, что мы больше всего любим пообсуждать. То, что не имеет по собой никакого общего субстрата среди животных. На самом деле, еще за 300 лет до него уже было понятно по травмам боевых столкновений, что мозг имеет какие-то зоны, какие-то зоны, отвечающие за функции. Но французь Иосиф Галь впервые сказал, что есть области мозга, которые отвечают за конкретную функцию. Он начал это измерять в Вене, дело плохо кончилось, потому что, вы как понимаете, тут же стали предлагать ему не в салонах, не в тюрьмах определять людей по способностям, а определить императорами. Вы понимаете, что произошло с бедным императором. Он же решил, что это правда. Вы знаете, какие императоры бывают? Не очень продвинутые. Он в 24 часа выпер Французь Иосифа Галева во Францию, он поехал в революционную Францию, там же главный революционер Наполеон. Но Наполеон, как только услышал про это безобразие, тут же его засунул в тюрьму. Еще не хватало Наполеона измерять. Ну, понятно, что ожидал сам Наполеон. Тоже легко и понятно. То есть, Французь Иосиф в конце концов умер в нищете и забвении, но оставил кое-какое наследие. Это наследство, вам всем известно, это Жан-Поль Брака, который впервые открыл речевые зоны на больных с афазией, которые стали основой современного учения о локализации функций. Но ключевой момент в это дело вложил не Бехтерев, который был мелким жуликом на самом деле, а Оскар Фохт. Почему? Потому что этот предлагал измерять, изучать мозги с помощью мокрой веревочки, длину бороста изверин, как в начале 19 века. А Оскар Фохт, директор института Кайзера Вильгельма и большой специалист по мозгу человека и животных, предложил тотальные исследования. То есть вот так вот мозг целиком срезы красить. И после смерти Ленина, а в данном случае здесь как раз боковая проекция мозга Владимира Ильича, у него одно полушарие было с кистами, но действительно, после нескольких инсультов, где были потери. Одно было целое, которое пошло в исследование. Был создан институт мозга, закуплено оборудование, приглашен Оскар Фохт, который, собственно говоря, и наладил всю работу. Нам не пора? Мы полетели на церковь. Да, хорошо. Значит, таким образом в 1924 году было создано условие для развития как раз реальной неврологии. Объясню. Подобных исследований нигде в мире никогда не велось. Единственное, сделанное Бродманом, Карлом, исследование в Германии под руководством Фохта это два мозга. Потом он сбежал в 30-е годы в Англию, где, в общем, это все и закончилось ничем. Но он оставил нам технологию тотального исследования мозга. То есть, когда мозг режется на 6,5 тысяч срезов, как вот здесь показано, 6,5 тысяч срезов, и эти срезы окрашиваются, и потом можно восстановить всю внутреннюю структуру мозга до последнего нейрона. Это принципиально важно. Никто в мире такой работы не сделал ни в какой Америке, ни в какой Европе никогда в жизни. Максимальное количество полушарий 56 человеческого мозга было обработано в нашей стране. Так вот, продолжим. Что же произошло? Я не могу оторваться. Оказалось, что существует такая вещь, как локализация функций. В двух словах объясню, что это такое. Вот здесь мозг. На самом деле он довольно противный. Желтенький вот такой. Почему? Потому что очень жирный. Кто пробовал мозги, не человеческий, коровий. А это примерно то же самое. то есть здесь огромное количество липидов, которые являются изоляторами проводимости между клетками. Вот эти цветные мурзилки, нарисованные здесь, это поля функциональные. Затылочные, зрительные. Вот здесь слуховые. Вот здесь и здесь ассоциативные. Вот здесь поля, отвечающие, например, за графическую, за письменную речь. Иногда, вы знаете, сами в школе учились. Есть дети, которые вообще ничего не пишут. Вот это поле очень маленькое. Его хоть убейте, он не может писать. Ну, нету субстрата. И тогда возникла идея о том, что, наверное, вот эти функциональные поля могут быть у разных людей разные. И тут подоспел Адольф Алоизович в Германии и наше правительство советское поручило выдающемуся цитоархитектонику забытому всеми Филимонову Ивану Николаевичу провести работу и сравнить людей разных наций, этносов и рас между собой, чтобы выяснить одну простую вещь. А существуют расовые различия по мозгу или нет? Сейчас мы давайте приступим к делу. Дорогие друзья, как вы думаете, что это такое? Неви. Неви, правильно. Ну, направление мысли, правильно. Это называется ТОТ, чаша. Это 1,8-я унция, около 70 грамм. И 30 июня 1970 года в истории военно-морского флота Великобритании наступили черные времена. И чашка, которая называлась ТОТ, потому что ровно в полдень звучал сигнал об скрыться. И все моряки потирали руки, потому что труд моряков был тяжел. Правильно? Это ведь действительно тяжелый труд. И одним из небольших способов выдохнуть, было получить функцию рома или получить гроб. И вот эта чаша после 70-го года так и называется Блок Тот. Почему рассказываю эту историю? Потому что иллюстрирует следующую часть ром под названием Намиэл. И для любителей виски, наверное, это самый близкий духу напиток по ряду причин. Во-первых, это ямайский стиль. Кроме сладости, которые мы знаем на влияние тростникового сахарного сиропа, здесь появляется сушеный банан, трава. лакокрасочные изделия, ацетон. Но это не знак плохого качества, это просто стилистика и мейский тром. Здесь купаж 11 производств. На самом деле, такого завода вы не найдете на карте. Это независимый ботер, который базируется в Нидерландах. Они достаточно молодые, но уже достаточно заняли серьезное место в мире любителей этого напитка. Неви Айленд 57% содержания алкоголя. Именно та крепость, которую разливали моряком военно-морского плода с 1650-х годов, когда из англичане завоевали Ямайку до 1970-го года, когда наступил черный день. Есть марка рома, которая так и называется. Блэк Тод. Деви Айленд, раз к встрече. Новые страницы выстрелируем. Привет, сладкий. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, этот напиток, надо сказать, мне очень нравится. Я вообще люблю с чертовщинкой. Чем старше становишься, тем больше чертей появляется в напитках. Но это бывает. Так вот, продолжим. Значит, что же произошло? Было решено проверить, на самом ли деле Экштейт знаменитый, который написал вот таких два тома, которые легли в основу расцологии немецкой. Эта книжка, кстати, очень хорошая, хорошо сделана. Я ее внимательно читал в свое время. Она вышла последним изданием в 1942 году. На самом ли деле существуют те различия, которые немцы приписывали разным нациям и расам. И вот был поручен Ивану Николаевичу Филимонову, тогда замдиректору Института мозга в Москве, ныне уничтоженному, сделать, провести сравнительные исследования. Он долго ломал голову, понимаете, задачи-то сверхсложные. Как объективно сравнить мозги людей разных наций раз для того, чтобы оказать, что они разные или одинаковые? Требовалось просто проверить. Институт мозга тогда был исключительно при ЦК КПСС. То есть он не входил ни в какую Академию наук, и остальные эти богадельни, иначе он был уничтожен давным-давно. Просто они отчитывались только непосредственно перед сотрудниками ЦК. И он сделал работу большую. Он нашел область очень хорошую, зрительную, затылочную. Это затылочная часть мозга, с внутренней поверхности. И посмотрел основные зрительные поля. У нас их три всего. 17-я первичная, 18-я и 19-я. 18-я и 19-я отвечают за цвет и графические примитивы. На этом принципе вас американские фантасты в Голливудске разводят, как детей. Почему? Потому что они, например, там всяких этих синеньких человечков придумывают, а ваш мозг, он же тупой, он не понимает, что это не реальность. Он смотрит и старается запомнить, или там «Звездные войны», пытается, а вдруг пригодится. А Толкин и Астрины и же с ними. Ну, слушайте, я не хочу про это говорить, это отдельные песни. То есть, вот эти истории сказочные, я имею в виду визуально сказочные, они являются инструментом обмана. Потому что человек думает, что это может случиться, мозг думает, и поэтому внимательно набирает эту информацию. Ну, способ такой разведения. Потому что там про Лемура Пердю вам неинтересно, уже все про это знаете, судя по вашему возрасту. А вот про зеленых человечков вполне может сойти. Ну, и все, вы как новое это воспринимаете и закачиваете себя, смотрите хотя бы один раз. То есть, что же показал Филимонов? Он показал, что если взять русских, немцев, евреев, татар, бурят, китайцев и прочее, и сравнить у них затылочные области, с четкими границами, даже вот неопытный человек весь границу увидит между 17-м полем и 18-м, дураку понятно, то выяснится, что они различаются на 250%. и это не зависит ни от нации, ни от расы, ни от этнической происхождения, ни от половых и половых различий. То есть, он показал, что индивидуальная изменчивость превышает расовую и этническую. И это был принципиальный шаг. До него, до нашей науки, этого никто утверждать не мог. Таким образом, он уже опубликовав эти работы в 1935-1937 году в Германии, он вбил осиновый кол во всю эту расовую модель. То есть, людей надо оценивать индивидуально, а не по этническим признакам. То есть, среди негров может быть гений, среди белых может быть идиот. И то есть, если взять китайцы, негра и белого, и они между собой имеют одинаковую конструкцию мозга, то они договорятся мгновенно. А вы своими родителями никогда, потому что у вас мозги разные. Потому что мозги в следующем поколении перемешиваются от папы с мамой, 300 структур по 150 от каждого догориться вы не можете. И не надо, так сказать, на зеркало пенять. Это нормально. Такой вопрос получается, что друзья это в Москве люди со схожим строением мозга. Ну да, если они вас не успели предать. Проверьте, подождите, вполне может быть. Так вот, дальше дело пошло веселее. И стали проводиться исследования на большом количестве мозгов, причем не каких-то там людей, а выдающихся. То есть, имеется в виду выдающиеся люди, такие как то же самое Маяковский, Сук, Спиндиаров, то же самое Владимир Ильич. Ничего, все нормально. Их начали сравнивать между собой. И оказалось, что индивидуальная изменчивость может составлять 4100%. Довольно трудно понять, когда кто-то в 40 раз по каким-то структурам отличается от тебя. Вы сможете договориться? Да никогда в жизни. Причем это может быть в соседних поколениях. Это может быть мама с сыном. В 4000% разница. Ну, конечно, это невозможно договориться ни в какую. Потому что представления о мире абсолютно разные. Вы говорите слово дерево, а там китаец представляет себе иероглиф, и японец тоже иероглиф, там какой-нибудь островитянин пальму, вы дуб или березу. Это нормально. Но когда структуры, которые это обдумывают, разница между ними в 40 раз, довольно трудно понять друг друга, но это, слава богу, под поля. Все-таки в полях разница 3-5 раз. Кое-как договориться можно, хотя и неудачно обычно получается. Причем эти структуры, самые главные, объединяющие внутренние структуры мозга, то есть наше инстинктивно гормональное наследство от обезьян, то есть врожденные инстинкты и рассудочную деятельность. Один ее использует для того, чтобы только размножаться в живописном беспорядке, а другой стимулирует творческие свои начала. Классический пример Пушкин. Что он делал? Он стимулировал свои гормональные центры для того, чтобы писать стихи. Это широко известный. Почитайте его переписку. То есть, иначе говоря, у нас получается так, что индивидуальная изменчивость колоссальна. То есть между нами отдельными людьми, принадлежащими к одной расе, к одной этической группе, произошедшие буквально там из одного, скажем, там, ну, какие-нибудь там, русины, еще кто-то, вятичи, кривичи, да кто угодно, могут иметь такие огромные различия. Но катастрофа оказалась еще более глубокой. Елизавета Пегасина Коннова, один из крупнейших цитоархитектоников Отечества, забытый, естественно, как обычно, который защитил первую свою диссертацию еще у Шарко, того самого, которого иногда вы... Да, душ Шарко, да, это когда вас избран сбой-то. Но это нет, это не совсем так, душ Шарко, это на самом деле такие прямоугольные штуки с острыми-острыми струями воды, через которые человек должен пробегать. Раньше так детей даже обрабатывали в детских садах, потому что они все, когда мозг растет, немножко психопаты. Это надо, это надо делать. Это известно. Она защитила диссертацию, первую в своей жизни, еще у самого Шарко. Приехав в Совдепи, ей сказали, ну что там, буржуйские ученые, это же ужас. Все надо отменить, и она по новой защищала. Так вот, она всю жизнь занималась светоархетектоникой самой сложной части человеческого мозга, лобной области. И что же оказалось? Она открыла уникальную вещь, что существует между мозгами разных людей качественное различие. Но это катастрофа. Почему? Потому что это значит, что, вот, например, она это нашла в 47-м поле, кстати говоря, горячо любимого Владимира Владимировича Маяковского, который обладал дополнительным полем, подполем в 47-й области. Это вот эта вот область. Она нашла там дополнительное подполе, которое ни одного человека до сих пор, кроме Маяковского, не найдено. То есть, она заложила основы качественной индивидуальной изменчивости. А это совсем другой уровень непонимания. То есть, когда вы еще как-то на количественном уровне различаетесь, договориться можно, а качеством нельзя. Попробуйте, вот, как волк с зайцем может договориться, но вряд ли. Вот здесь примерно такие различия. Так вот, долгое время считалось, что вот эти различия, которые лежат на коре, которая покрыта болвардами и звильнями, о которой, говорю, они отсутствуют внутри мозга, в тех древних структурах, которые достались нам еще от приматов и даже от рептилий. Но оказалось, что вот Вадим Петрович Зворыкин, который этим занимался, непосредственно показал, что во внутренних структурах разница столь же огромная, может быть, два с половиной, три раза. Запросто. А это что значит, что древнейшие инстинктивно-гормональные механизмы у нас работают мозги по-разному. То есть, один бегает со спущенными штанами по всей планете и остановиться не может. И объяснить это не может. А другой никогда в жизни. То есть, ответственный семьянин и отец там троих детей. И строго соблюдает. Не в том дело, что его как-то воспитывали особо, а в том, что у него подкорковые структуры совершенно разной области. Ну, та же самая Рейснер за оптимистической трагедии, кто читал старшего поколения. Да. У нее несколько членников гиппокампа. То есть, она психопатка была уникальная. Ну, у нее даже мозг внутри был красный после смерти. Это я сам видел. Ну, вот. То есть, что оказалось? Оказалось, что вместе с количественными различиями вот здесь мозг кстати, Маяковского очень большой у нас существует вот 1700 грамм существуют качественные различия. Вот эти самые поля и подполя, которые здесь раскрашены в цвета, они могут присутствовать, а могут и отсутствовать. У того же самого Маяковского нижнее сороковое поле отсутствовало начисто. Вообще не было. Зато было дополнительной 47-й. То есть, у нас качественные различия могут быть сочет. А у того же самого Богданова 1340, это тот самый, который первый создал кибернетику, который у него спер Виннер. еще до революции. А потом Владимир Ильич его все время обворовывал на предмет экономических законов социализма. Тот самый Богданов, он же Малиновский, который создал первый институт по переливанию крови, и поскольку он ничего не боялся, он переливал кровь в том числе и себе. От этого и умер в 30-е годы и попал вот в эту табличку. Потому что тогда не знали агист совместимости, и он, проводя эксперименты на себе, погиб. Это первый человек, догадавшийся, что надо создать систему анализа крови в мире. И создал в Москве институт такой. На Западе до этого дошли через 50 лет. Так вот, у него все было на месте, в отличие от того же самого Маяковского, у которого были качественные различия. Вот, собственно говоря, о чем эта книжка, о чем я вам хотел рассказать. И, собственно говоря, если есть вопросы, вот теперь задавайте. Можно вопрос к одной. Вот последнее вы сказали у Маяковского чего-то не было, а чего-то было. А можно ли привести какой-нибудь пример, известный, как это проявлялось? Владимир Владимирович? Конечно. Его социальная, скажем так, мягко говоря, аморальность, она, ну, знаете, строчки. Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой сорочки, клянусь по совести, мне ничего не надо. Помните? Ну, да. Очень сильные слова, да. Он их написал после того, как привез автомобиль Рено Лили Брик. Да, купив его во Франции. Ну, конечно, ничего не накопили строчки, это ясно. Я надеюсь, это понятно. Нет, насчет областей как-то вот. Так вот, моральная, скажем так, моральная глухота к собственным действиям, она как раз зависит от этих полей. Нижно-теменные поля человеческие чисто. То есть, для него это не было противоречием, а для вас противоречие смешно. так и правильно, ну, как бы, нет оценки, нет различий между биологическими подступками и социальными. Для него все, что связано с пипиской, было свято. Для многих. Ну, для многих. СМЕХ 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 СМЕХ